Лучший способ запомнить день рождения своей жены – это один раз о нем забыть. А лучший способ узнать о одиноборстве – посмотреть на его представителей в бою. Приветствую вас, зимбабийские березы! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на поединок между мастером Винчун в черных штанах и белой майке против бойца Муай Тай в шортах и с голым торсом. Этот бой мне прислал один из моих многоуважаемых подписчиков. Сам поединок проходил в конце 80-х, поэтому качество видео сами понимаете какое. Тем более я уверен, что такая мега-заруба была неоднократно переписана с кассеты на кассету, как первые советские порнофильмы. Но у нас здесь более серьезные вещи. Где есть мед, там найдутся и мухи, а где дерутся бойцы, всегда найдутся диванные эксперты, которые скажут, что они ничего не умеют. Ведь Брюс Ли в кино раскидывал всех десятками, а пацаны 10 минут рубятся и никто еще не умер. Но вернемся к нашему бою. Я бы сразу хотел отметить бойца Винчун, который в отличие от множества своих коллег, которые в реальном бою начинают использовать обычный уличный махач с элементами бокса, действительно демонстрируют технику Винчун, как на тренировках. То есть он набегает на противника с множеством коротких прямых ударов, затем клинчует за голову и пробивает колени по корпусу, что в принципе по идее должен был делать боец муай-тай. Представитель тайского бокса в свою очередь пытается пробивать лоу-кики и мидл-кики, которые малоэффективны и также периодически входят в клинч, пробивая колени. Я бы, как настоящий домашний эксперт, хотел сказать, чего не делает представитель муай-тай, а должен был быть в данном поединке делать. Во-первых, он вообще не бьет джебы, то есть не встречает левым прямым, что в поединке с таким противником, который постоянно лезет вперед, используя короткие прямые, было бы сверхэффективно. И это уже не раз было доказано в подобных поединках. Вместо джеба тайц просто уходит в глухую защиту и дает себя бить и клинчевать. Во-вторых, он ни разу не использовал фронт-кик, то есть прямой удар ногой, что в данной ситуации тоже было бы гораздо эффективнее, чем лоу-кики, ведь так можно было бы просто останавливать атакующего соперника в живот, не давая сближаться и бить. А лоу-кик в такие моменты просто не успевает разогнаться и удар получается в никуда. Ну и в-третьих, нужно было больше бить по корпусу, учитывая стойку и характер атаки бойца Винчун, который держит руки высоко и сам бьет только в голову тайцу. Из хорошего у бойца муай-тай мы видим оверхенды с поджопы правой рукой, которые достигают головы Винчуиста и пару раз неплохо его потрясли, а также клинч, в котором тоже пару колен долетело, но этого недостаточно для такого боя. В порядочных людях больше всего нуждаются подлецы, а в хороших бойцах – зрители. Теперь я хотел бы поговорить про мастера Винчун. В этом бою он выбрал отличную тактику, постоянно поддавливая тайского боксера и выбрасывая кучу прямых ударов руками. Я не могу их назвать многоударными комбинациями, так как Винчуист просто выбрасывает кучу одинаковых прямых, но в данном бою это эффективно, ведь противник очень много этих ударов пропускает, особенно когда пытается ударить ногой. А кунг-фуист в этот момент сближается и бьет в голову. Также боец Винчун хорошо заходит в клинч и пробивает колени в живот. Правда, он не дорабатывает в клинче, как мы привыкли это видеть в профи боях муай-тай, а после пары ударов отпускает соперника, но в его случае это более практично, ведь он потом сразу насыпает прямые. Как в нашей стране есть одна вещь, которая хорошо организована, и это преступность, так и в ринге должна быть хорошо проработана – выносливость. А пока я разглагольствовал по поводу бойцов, они подустали, но боец муай-тай явно подсел гораздо больше. Лично меня удивило то, что представитель Винчун выглядит гораздо свежее, и это несмотря на то, что он весь бой отработал первым номером и выбросил гораздо больше ударов, чем соперник. А нас с вами постигло очень неожиданное окончание боя. Боец муай-тай после удара ногой сам упал от усталости, которая, конечно, пришла благодаря сопернику, который нанес очень много точных ударов в голову. Но как именно закончился бой, не совсем понятно. Или таяц уже не смог продолжать поединок, или рефери остановил бой, или его угол выбросил полотенце, или просто закончился раунд, а с ними весь бой. Но по сути-то это и не важно в этом поединке. Как ни крути, однозначно победил представитель Винчун. Хоть по очкам, хоть досрочно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вам бой, и какие экспертные советы можете дать вы. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Приветствую вас, санцелеки и тигры. Вниз в центр, вверх в центр, вниз в центр, вверх в центр. Все. Прямой уклон, боковой апперкот в печень и правый локоть режут. Его можно бить сбоку, его можно бить немножко сверху вниз. Это все по противнику. Суть работы очень простая. Ты подбрасываешь мячик, и пока он опускается, стараешься попасть по нему локтем. Раунд 2. Левый фронт остановили. Правым коленом сократили дистанцию, зашли в корпус. Правый локоть пробили и левое колено добавили. Вот такой, казалось бы, простой комплекс всего из четырех упражнений меня вымотал капитально. То есть, тяжелее, чем работа в спарринге. А поддержать канал и получить мою благодарность за рядом силы Чи, вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в пару долларов, по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok